Добрый день, поступил вопрос. Женщина 31 год возраст, раннее развитие без особенностей, школа без особенностей, после школы медицинского училища, специальность медсестра, работала медсестрой участковой, параллельно получила образование клинического психолога. Проблемы начались с того, что была выявлена аневризма, точнее произошел разрыв аневризмы в головном мозге, соответственно после этого была нейрохирургическая операция, которая прошла с огромным количеством осложнений. То есть тут и медикаментозная кома длительная, это и разнообразные неврологические нарушения, и воспалительные процессы, и воспаление легких. То есть ну целая гора самых разнообразных негативных последствий нейрохирургической операции. Собственно говоря, это и послужило тому, что, причиной я думаю того, что после окончания всего этого у автора письма развился страх за свое здоровье, страх смерти, агрофобии, замирание смерти, замирание сердца, оцепенение, страх ездить в метро. При обследовании никакой патологии в мозге больше не выявлялось, но это не успокаивало. Обратилась к психиатру, был назначен цепролекс 25 мг, цепролекс 10 мг, сироквель 25 мг. Это было в 2016 году, наступил положительный эффект через 2 недели, и все до 2019 года, то есть на протяжении 3 лет было хорошо, принимала ту же схему, цепролекс 10, сироквель 25. Но в 2019 году на фоне стресса начались ухудшения состояния, появилось анемение головы, сосудистые препараты не помогали, цепролекс и сироквель как будто ослабили свои эффекты в разы. Опять же начало ходить делать КТ головного мозга, было высказано предположение, что есть аневризма и с другой стороны, ну что соответственно вызвало резкое ухудшение состояния, хотя в общем-то это не подтвердилось. Цепролекс увеличили до 20, добавили 5 мг тараледженов и не буд, терапия особо не помогала, вернулась к сироквелю, значит 20 мг цепролекса утром. В 2020 году цепролекс 20, сироквель 25, страхи и скованность на работе оставались. Зимой назначили флюангсол 0,5 мг, яйца пролекс снизили до 10, от флюангсола потеряла всякую инициативу и радость жизни, ничего не хотела сделать, только спать. В 2021 году продолжала питься пролекс 10, флюангсола 0,5 мг, два раза в день, но лучше не становилось, началась депрессия, ничего не хотела делать, ничего не доставляла удовольствия, появились суицидальные мысли. Опять же делала КТ, в мае 2021 года флюангсола врач резко мне отменила, назначила феварин 100 мг и все. После отмены флюангсола началась тревожность, вернулись ощущения в теле, было плохо, феварин за месяц антидепрессивного эффекта не дал. Пришлось снова возвращаться в клинику, был назначен залов 75 мг, переносимость не очень хорошая, повышалась температура, усиливалась тревожность. Снизились до 50, плюс 25 сироквель на ночь. Два с половиной месяца залов плюс сироквель, затем опять же на консультацию был добавлен аторакс 25 мг по 12,5 мг два раза в день. Через несколько дней началась жуткая состояние дереализации и деперсонализации, бросила аторакс, состояния ушли. На данный момент залов 50, сироквель 25, тонакан один раз в день. Фензопам при сильной тревоге. Диагнозы ранее были выставлены. Паническое расстройство с агрофобией, генерализованное тревожное расстройство, ипохондрю, депрессию, санастопатии. Вопрос, к сожалению, на который я не смогу ответить в полной мере, хотя постараюсь, конечно. Я просто не знаю, как мне быть и что делать. Я полностью потеряла себя с этой болезнью. Мне тяжело жить в постоянном страхе. Так больше невозможно. Это состояние очень изматывает. Я в тупике. Как избавиться от этих ощущений? Можно ли вылечиться от тревожного расстройства после моего заболевания? Может быть, я принимала, принимаю не те препараты или не в тех дозировках? Есть ли надежда на улучшение состояния? Что делать? Да, безусловно, ситуация сложная, потому что помимо, собственно, тревожного расстройства, которое у вас однозначно есть, к нему присоединилось и все то, что у вас было перечислено. Единственное, насчет сонастопатии я не уверен, а то, что и депрессивные, и эпохондрические компоненты здесь, безусловно, присутствуют, и отчасти етрогения, обусловлено вот такими неаккуратными замечаниями по поводу того, что вроде бы есть еще одна невризма, это однозначно да, это есть. Поэтому, конечно, это лечится сложнее, чем обычное тревожное расстройство, но тем не менее это можно лечить. В вашей схеме, что, на мой взгляд, не совсем верно, точнее, в значительной части вашего лечения, что не совсем верно. Вот когда вам была назначена первая терапия, да, когда Цепролекс и Сираквель в первый раз вам помогли на три года, вот тогда, видимо, еще такого выраженного, сформировавшегося тревожного расстройства не было. Поэтому антидепрессант помог вкупе с седативным нейролептиком, но без противотревожных препаратов. А когда ухудшение в 2019 году возникло на фоне стресса, вот там уже, видимо, тревога была такая, которую просто купировать приемом седативных препаратов, ну, или тем более антидепрессантов, не получалось. На мой взгляд, основной дефект схемы вашего лечения – отсутствие противотревожных препаратов для постоянного приема. Здесь у нас, к сожалению, достаточно мало инструментов, то есть, если мы говорим про бензодиазепиновые транквилизаторы, то они мало доступны, но даже если доступны, то курс лечения при постоянном приеме не может быть больше двух недель, потом желательно делать двухнедельный, ну, минимум недельный перерыв, потом можно дублировать этот курс, ну, и тоже желательно не дублировать больше трех курсов подряд. Атипичные транквилизаторы, ну, а Таракс, который вы использовали, гистаминергический препарат, как правило, всегда, если он дает противотревожный эффект, сопровождается тяжелой седацией, в общем-то, для дневного применения практически, ну, мало кому подходит. Есть атипичные дневные транквилизаторы типа грандоксина, бусперона. Они могут быть использованы, в какой-то степени они могут облегчить состояние, но, конечно, стопроцентного эффекта при вот такой выраженной тревоге, как у вас, скорее всего, не дадут. Так что это только комплексная терапия. И фактически единственный препарат, который сейчас у нас есть для постоянного приема, который обладает достаточно выраженным противотревожным действием, при этом он может быть показан именно при наличии органического компонента, это габапентин. Конечно, я не делаю назначения по письму, тем более, это все надо согласовывать с врачом научной консультации, ну, или хотя бы на дистанционной. Но мне представляется, что купирование тревожного симптома, синдрома в вашей ситуации является первостепенной задачей. Из-за того, что он не купирован, не работают антидепрессанты. Просто задавить седацией, задавить нейролептиками не получится. То есть, это получится убрать полностью всю активность, до тех пор, пока ее не будет, не будет тревоги. Как только уровень дозировки нейролептиков будет снижаться до такой степени, что активность может какая-то быть проявлена, сразу же будет активироваться и тревога. Поэтому, если говорить по схеме лечения, мне представляется основным ее дефектом отсутствие, собственно, противотревожного препарата. Ну, и я бы в этой варианте, наверное, бы рассматривал габапентин, хотя и предыдущие, то, что я сказал, бензодиазепины, атипичные транквилизаторы. Они тоже могут быть рассмотрены. Но это только по согласованию с врачом. Вы ничего не писали относительно психотерапии, хотя учились на клинического психолога. Очевидно, что вот в период, пока у вас все было хорошо, но это уже упущено, но тем не менее, да, с 16 по 19 год, конечно, надо было интенсивно заниматься психотерапией, для того, чтобы можно было сойти с этих препаратов. Странно, что на это не было обращено ваше внимание, потому что времени было предостаточно. Скорее всего, если бы тогда это было сделано, то вполне возможно, что в 19-м бы уже никаких проблем не было, и к этому моменту вы, может быть, уже и не принимали никаких лекарств. Сейчас задача первоочередная – подавить тревогу. Если это удастся сделать, соответственно, тогда будет работать антидепрессант. Ну, либо тот же залов с сиртролин, который вы принимаете. Правда, дозировку придется, скорее всего, увеличивать. Если не получится, то менять. Думаю, что наиболее рационально на СИОЗа СН, с учетом того, что СИОЗа у вас уже несколько препаратов не работало. И когда состояние будет стабилизировано, ну, или улучшено хотя бы процентов на 30 от текущего момента, обязательно начинать психотерапевтическую работу. Так что вот такие пути выхода из данной ситуации. Понятно, что это долго, сложно, но других вариантов нет. Если информация оказалась вам полезной, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok